Чушь собачья. Собачья чушь. Возникла в последнее время такая напряженность, в том числе и в российском политикуме и информационном пространстве. Я имею в виду пару дней назад сделанное Поваром Пригожиным заявление о том, что он взял Солидар, а потом его опровергло российское же Министерство обороны. То есть это было проявление схватки, склоки, драки, которая вышла из-под ковра между различными фракциями, командами, которые находятся вокруг Путина. Итак, я вам выскажу точку зрения американских экспертов в военном деле, которые я считаю обоснованными. Я довольно за ними наблюдаю и, как правило, то, что они говорят, со временем сбывается. Итак, то, что происходит под Солидаром с российской стороны, некоторые американские эксперты сравнивают с первой победой. Был такой древнегреческий полководец, он даже был царем там местного города Древней Греции, его звали Пир, из-за Пира. Даже говорят, что он был двоюродным племянником Александра Македонского. Так вот, этого военачальника пригласил один из древнегреческих городов, который находился неподалеку от Рима, древнего Рима, с тем, чтобы он оказал ему помощь. Нужно было взять этот город. И вот он туда двинулся. Несколько дней он бился в тяжелой кровопролитной борьбе, он потерял огромное количество своих воинов. Дошло до того, что он сказал еще несколько дней, и я смогу только один вернуться домой, потому что всю остальную армию я потеряю. Но он разбил, разбил противника, и ему оставалось всего там рукой подать до Рима, и Рим бы пал, он бы взял Рим, и история мира повернулась бы совсем иначе, как предполагают многие историки. Но он потерял столько людей, что он не смог этого сделать. То есть он добился победы, но в результате этой победы он развернулся и ушел домой. Так вот, то, что происходит под Солидаром и Бахматом, некоторые американские аналитики сравнивают с этой первой победой. Это даже в случае, в случае даже, если врагу удастся взять Солидар. Ну, как они говорят, взятие Солидара еще не значит взятие Бахмута. Но даже взятие Солидара и Бахмута – это меркнет по сравнению с тем, что планируется и к чему стороны готовятся в ближайшее будущее. То есть даже первая победа, но там было за что сражаться. Рим от того, будет взят Рим или нет, решалась судьба чуть ли не человечества в то время. Это было бы грандиозное событие. Взятие Солидара и Бахмута, хотя бы это имело большое оперативное значение, тактическое значение, но оно меркнет на фоне тех стратегических задач, подготовка к которым сейчас ведется. В результате, в сухом остатке, что получается? По оценкам военного ведомства Соединенных Штатов, в битве под Солидаром Вагнер, который играл главную скрипку в этом оркестре, из 50 тысяч человек, это та общая численность группировки Вагнера, которая принимала участие в штурме Солидары, продолжает принимать, из 50 тысяч враг лишился 14 тысяч 100, из которых 10 тысяч – это раненые, и 4 тысячи 100 – это убитые. Ну, примерно 30 процентов – тяжелые потери. То есть, получается, что у врага исчерпана в значительной степени живая сила, которой некуда, неоткуда взять, неоткуда набрать народ для того, чтобы пополнить живую силу того же Вагнера. То есть, сам Вагнер понес тяжелейшие потери. До и после полномасштабного вторгнення мы знаем, что Россия ведет против нас информационную войну очень долго, очень последовательно, разными методами, но, очевидно, какие-то изменения стали после начала полномасштабного вторгнення. Как изменились методы, масштабы, подходы и эффективность российских информационных спецопераций? Так, естественно, изменения происходят. Единственное, что я хотел бы сказать, что они ведут свою информационную войну против нас с самого момента независимости в Украине. Вона набула певных изнаков в 2014 году, после начала войны, и дещо изменилась после полномасштабного вторгнення. Единственное, что я хотел бы сказать сразу, что от начала полномасштабного вторгнення, они в информационном плане програли. Чему они програли полностью? Потому что там, напевно, была великая надея на нашу пятую колону, яка мала сама сделать соответствующий фон, сама подготовить население, сама иниціювать колаборационистские рухи, которые мали встречать уже армію псевдовизволителей. И тут, ну, великая ставка была сделана Кремлем саме на нашу пятую колону. В этом был прогреш. Также был прогреш в том, что они не заблокировали сразу свой информационный простор, и граждане Российской Федерации, их общество увидело, что такое война. Что это не триденная прогулянка до Киева, с святковой вечерей в ресторанах на Крещатику, а это трупы, это втраты, это сгорящая техника, и это, ну, я не знаю, фантастичный, такий нереальный опера всего нашего народа. В этом был явный прогреш. Відповідно, потом уже с развитием ситуации, они отшли от реализации такого довгострокого плану информационной кампании и начали все больше взважать на те обстоятельства, на те реалии, которые складывались безусловно на поле боя, складывались в международной обстановке, залежали від сприйняття, ну, дій відповідних Российской Федерации и различными краинами света, ну, и начали дійсно вести уже свои информационные кампании и операции, соответственно, до тих реалий, которые есть. Давайте тогда детальнее. Мы помним, что они вот певными хвилями такими, власне, намагалися розгойдати наше внутрішнє політичное средовище, социальное средовище. Дійсно, это происходило сроками, особенно активизировалось с 2014 года, но сейчас все очень-очень быстро изменяется, и обстоятельства изменяются, и вызывы изменяются. Какие сейчас у них, за вашими спостережениями, за вашей аналитикой, у тех структур, которые должны вести эти информационные атаки, какие у них сейчас поточные задачи, какие они сейчас пытаются найти наши слабкие места, ну, и как пытаются туда ударить? Ну, что за слабкие места, сразу хотел бы сказать, что у них достаточно к количества аналитических структур, которые чётко моніторят наши відгуки, наши канали, наши группы. Тобто, они дивляться за настроями населення, иногда вкидают, ну, мы все памятаем, навіть, что в будинковые чаты, в чаты УСББ вкидалась та чи іншая информация, и потом они дивились, сколько людей реагируют на эту информацию. Например, попереджение про обстрелы тих чи інших объектов. Далее дивляться. А попереджение про початок наступа або какие-то характерные дії, ну, в том или иншом населенном пункте. Далее дивляться, как наши люди реагируют. И в зависимости от этого они видоизменивают там певный информационный вплив и певные меседжи, которые уже идут по основным каналам. Теперь, что до тех задач, которые они пытаются решить на сегодня. Ну, на сегодня уже всем, напевно, в свете зрозумело, что от этой войны програют абсолютно все, от войны, которую развязала Россия против Украины. И Россия також прекрасно понимает, что большинство страны, они будут пытаться тиснуть на нею, тиснуть на Путяна для того, чтобы эту войну закончить. Дома они хотят занять какую-то сильную позицию, сильную сторону и показать, что с ней они не срушат. И, соответственно, нехай Украина иде на соответствующие поступки и там працюйте не с Путином, а с Зеленским. Вот это они хотят донести свято. Ну, однако, так не будет. А в зависимости от этого они уже видоизменивают свои информационные операции под те дии Збройных сил. Ну, например, в свете енергетичная криза, удари по нашей критичной энергоинфраструктуре и, соответственно, вкиди, которые спрямованы на то, чтобы наше населенное висловлено свое недовольство тем, что вы мусили жить без коммунальных послуг належных, без свитла, без води, без тепла. Підпишите на канал и не пропускайте новое видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Патреон або других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.